Уважаемые господа, уважаемые коллеги, мы с вами начинаем тему акне на современном этапе. Ну что, повторением отучимать учение мы вспомним о том, что акне это уголь, что это разновидность, которая развивается на фоне собрания. Вы обратите внимание, как ведет себя человек, его настроение, каково его все-таки качество жизни, если другие есть кожные болезни, на минуточку псориаз, например, или на примере своего человека проблемы акне, во всех настроениях никакое, качество жизни тоже никакое. Какие возбудители акне? Мы уже с вами говорили о том, что эпизод акне в подростковом возрасте длится за 4-5 лет, и хотя бы 80% представителей мировой популяции хотя бы не на род жизни длили эпизод акне. В рядких случаях эпизоды заболевания достигают 12, иногда 40-50 лет. Итак, 5 групп возбудителей акне. Это пропиумателин, это грандиозом, альтуром, коки, это стафилококи, микрококи, липофильные дрожжи, это петеросфора, вали, армикуляры, малосези, фуфик, дрожжи подобные, и дермодекс, валикулы. Это клещ, о котором все прекрасно знают. Итак, 4 патогенетических механизма радиоактивных, альтуром и микроэктивных телефонов. Первое, это гиперпродукция кожного сала. Второе, это нарушение процесса поликулярной кератолизации. Третье, это колонизация пропиумателематной. Четвертое, это воспаление. Какие клинические формы? Первое, репенционные, сюда относятся микрокисты, кандидоны, воспалительные, полиморфные, тяжелые, узловые, галобатные, фульминатные, специфические, угли новорожденные, угли детей, угли взрослых. Последствия, атрофические рубцы, альтурные отрасли, точечные, грубочки, галобатые, круговые, смешанные, простые гипертрофические килоидные рубцы, эритоматозные и пигментные пятна. Оценка степени тяжести акне идет по количеству комедонов. Легкая, средняя, тяжелая степени. Сколько вы помните? До лица комедонов, до 100 комедонов, от 5 узлов или от 100 комедонов и так далее. Схема развития акне. Акне комедонника, акне популеза, акне пистолеза, акне дуратива, акне пирмоноза, акне кандидоза. Это еще слима у Желтокова, такая схема была предложена в свое время Желтокова, когда такое осталось. Какие осложнения акне? Это цикатрикция, стойка вторичной пигментации и килоид. Это основные причины, которые способствуют возникновению заболевания акне. Это диспепсия, это болезнь желудочно-кишечного тракта, это генетика, это наличие бактерий хеликобактера, СОБРЭ, это самое главное, наличие клещей, демодекса, поликулёров, лонгус, брейс, ледокринопатия, витаминозы, нарушение микроциркуляции, психогенные факторы, иммунопатии, гормональный дисбаланс, снижение бактерицидности с кожи на фоне длительного использования кортикостероидов места. Это неадекватная декоративная косметика, инвазия, трихомонос, вигенальность, хрониза, витаминоз и социальные факторы. Я хочу вам напомнить. Докторская СЮЧ, 2004 год. 83% акне, акне, подобных дерматозам, больные параллельно имели такое заболевание, как трихомонез, горнолез, какие-то смешанные органы, тарганинфекции. Демодекс. Все вы знаете демодекоз. Вы знаете о том, что это железница угревая. Но вы знаете, что ледокус – это угревая железница, а брекус – это пожаровая железница. Чем это характеризуется клинически, вы знаете. Эритоматозные пятна, телегликозия, очаговая и диффузная инфильтрация и шерушение. Классификация. В мире существует три классификации демодекоза. Эритоматозно-склоносная, популезная, разноцоподобная, комбинированная, малосимптомная. В основном. Вторая группа. Малосимптомы. Эритоматозно-склоносные, акмеморфные, разноцоподобные, сикозеформные, мелкую зелковую. И последняя классификация. Эритоматозная, пустулезная, популезная, комбинированная. В основном пользуются в мире первой классификации. Клинические формы демодекоза. Вы тоже помните. Эритоматозно-склоносные, популезная, популезная, метриполезная, пустулезная, разноцоподобная, комбинированная, малосимптомная. Что касается терапии, терапия должна быть конкурсом. Она должна быть этапатогенетическим, симптоматическим и обязательным местным лечением. Основные принципы лечения. Первое. Выявить триггерные факторы сопутствующих заболеваний. Рациональный уход за кожей, системная наружная терапия и психоэмоциональная работа. Системная терапия, диета-терапия, рациональная антибиотическая терапия. После антибиотикограммы, естественно, возможно сделать антигистаминные препараты. Регуляция процесса пищеварения, типа линосфорта, эмбиталия и так далее. И мономодуляторы, препараты, регулирующие функцию ЦНС. Наружная терапия, требования, уменьшить признаки воспаления кожи. Устранение сухости, дискомфорта кожи. Адекватное считающее очищение. Устранение бактериальной грибковой, вирусной инфекции кожи слизистой. Устранение профилактики вторичной инфекции, пораженных участков кожи. Обновление подрежденного эпителия. Усиление партнерно-защитных функций кожи. Итак, как будем лечить акне с учетом новой терапии, которая постучалась сейчас к нам в дверь. Акне. Препараты выбора для наружной терапии. Мы сегодня ознакомимся с Илоном и Терозором. Препараты для формулы здоровой кожи. Итак, Илон. Мы вас приветствуем весной и новым препаратом Илон. Что входит в состав Илона? Это терпентин, это скипидар. Аллея терпентиновая. Аллея – это масло. Размориновое масло. Масло эвкалиптовое. Тимьяновое. Кислота стиалиновая. Кислота олейная. И тимьяновая. Что происходит? Самое главное, что происходит размягчение элемента и ускоряется появление содержимого этого пустулезного элемента, ввиду того, что меняется смолярность. Не проникает эффекция, дальше уменьшается ожирность и имеет выраженный путь воспалительного действия. Итак, скипидар. Все вы абсолютно знаете. Все вы знаете терпентиновое масло. Это эфирное масло, которое готовится из сосны Приморской. Терпентин модрыны. Это антисептическое противовоспалительное действие, обезболивающее и улучшает микроциркуляцию крови. Также и эвкалипт, тимьян, стиалиновая кислота. Все эти компоненты имеют защитный эффект для кожи. Они все вместе образуют защитную пленочку на коже, которая защищает от влажности, от солнца, от холода, от ветра. Водные баллоны возвращаются. Воспаление исчезает. Сама стиалиновая китна, она немножко задерживает отмирание клетки. И в этот же период идет активация за счет образования коллагена. Второй препарат, теразор, это же фирма, которая имеет в своем составе 70-80% тератрицин и 20-30% граммецидин. Какой спектр действия, обратите внимание, глубоко, широко он представлен. Сверху мы видим рост колоний. Обратите внимание, колонии всякие. И растут там что угодно. Теразор действует на всю эту группу. Начинает с трафилококка, стретококка и заканчивая вирусом паратита. Теразор форма выпуска гель. Действующий вещество антибиотик тератрицин. Это бактериостатическое бактерицидное действие. Влияет на грибы, включая каратита. Действует только мясо. Ускоряется процесс заживления за счет того, что очищается дно. Происходит симуляция процессов и грануляции, и эпиделизации. Обычно наносится гель 2-3 раза в день. Очень тонким слоем. Когда вы хотите снять остатки, берется обычная серийная салфетка и просто промокается. Что делает этот теразор? Ну, во-первых, улетает рост бактерий. У него очищается все инфекционные высыпания. И, конечно, происходит увеличенное натяжение, если у него есть какие-то нарушения. Сыносно кожного покрова. Есть вторая форма выпуска теразора. Это антибиотик для местной терапии широким спектром антибактериального действия. Тератерицин является соединением самых разных циклических и линейных полипептидов. Они имеют антибактериальную активность. Действует только мясо. Отсутствует в кейбане волосе системное влияние. Показания поверхностной окна с незначительным отделением с эксудатом и наличием суперинфекции. Показан детям на момент рождения. Наносим два-три раза в день очень тонким слоем. Хорошо начали поражение. При необходимости легкая повязка. Я хочу напомнить пилинги. Это широко сейчас все пользуются косметологи. По методу влияния химически-лазерно-механически. А по глубине проникновения поверхностной системы. Не дни свинины и глубокие. Инфекций очень много. И я хочу единственное вам напомнить. После пилинга. До и после проведения механических пилингов рекомендуется проводить профилактику инфекционных осложнений гелием-тирозой. Если вы будете пользоваться, то после пилинга не будут столь часто осложнений вторичной инфекции, которые имеют место. Каковы наши выводы? Мы с вами поговорили о наших препаратах. Илон, и теразуре. Здесь у нас появится очень красивая наглядная информация. Уби-Конкордия, Уби-Виктория-Эст. Илон-Мазь, и теразур-порошок, и теразур-гель. Это препараты выбора приятных для наружной терапии. Хороший препарат после проведения механических пилингов. В частности, гель-теразур. Для профилактики даже осложнений самых разных инфекционных осложнений. Поэтому препараты новые. Препараты можно брать в практику. Недорогие. Ими можно спокойно пользоваться. И я вас все благодарю за терпение. И благодарю вас все за внимание. Спасибо.